Житыру, казахский род, младший жуз казахов одной из двух крупных племен наряду с альшинами в составе младшего жуза, составляющих казахский народ, имеет семь ветвей, поэтому в народе и именуется Житыру, Каз. Жити, семь, ру, род, в русскоязычных источниках именуется семиротцами. Семиротское поколение согласно генеалогическому древу, Шежери, является одним из союзов племен. По другим же сведениям, их называли картказакусные генеалогические предания казахов связывают образование Житыру с деятельностью казахского хана Тауки. Тогда общим собирательным этнонимом младшего жуза было название Альшин, состоявшего из Альшинского союза разных родов. Во второй половине XVII века Таукихан соединил семь родов среднего жуза древнейший родоначальник семиротцев Каракатыш. Семиротцами названы потому, что он имел семь сыновей, из которых каждый по умножению народа сделался начальником особого племени. Преимущественно их отличий предпрочими в том, что они в старину занимались более военными действиями против неприятелей своей орды и отличались в сражениях примерную храбростью и мужеством, поэтому между ними поныне есть много батыров или военных. Храбрых людей составляли восточное крыло младшего жуза и расселялись в основном зимой по среднему течению Сырдарью и в близлежащих районах, а летом перекочевывали на север в предгорье Урала. По материалам дореволюционной статистики численность Джатыру на рубеже XIX-XX веков составляла около 270-300 тысяч человек. Из них род Табын составлял 80 тысяч, Жагалбайлы — 70 тысяч, Киреид — 30-35 тысяч, Тама — 40-45 тысяч, Телеу — 20 тысяч, Кердери — 20 тысяч, Рамадан — 5 тысяч человек. По сведениям М. Тынышпаева, их число на 1917 год достигало 430 тысяч чел, из них 360 тысяч жили на территории Казахстана, остальные за его пределами, в основном в Бухаре.